МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. На улице Силкина появится современное молодежное пространство «Горизонт». Женский клуб открылся на базе центра занятости. В Сарове прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Далее расскажем обо всем подробно. Школьники и студенты в поисках работы могут быть втянуты в преступную схему и стать дропперами. Дроппер или дроп – это человек, который помогает мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги. При этом сам дроппер может даже не понимать, что участвует в преступной схеме. Мошенники могут предложить молодому человеку трудоустройство, например, стать администратором лотереи и якобы отправлять выигрыш победителям. На самом деле карты человека используются в схеме вывода похищенных денег, а школьник или студент оказывается соучастником преступления. Я знаю человека, который реально получил срок за такую деятельность. У него сейчас еще и штраф в 1 миллион рублей на госуслугу, хотя вот он ровесник, и это, наверное, неприподъемная сумма для выплаты штрафа. В рамках просветительской кампании Банка России в Нижнем Новгороде прошла школа финансово-грамотного пиарщика. Студенты-участники проекта снимали короткие ролики, проводили занятия в школах, информационные и уличные акции. Студентка ННГУ имени Лобачевского Ангелина Кузовлева вошла в состав одной из инициативных студенческих групп. Молодые люди придумали специальные карточки и чат-бот с полезной информацией. Мы проводили акцию, нацеленную на информирование людей в возрасте от 16 до 20 лет о такой мошеннической схеме, как дроперы, о том, как себя обезопасить от них и о том, чем это чревато. Для этого мы распечатали вот такие прекрасные карточки, так как основная отличительная черта дроперов – это то, что они покупают карты и потом через эти карты проводят чужие нелегальные деньги. Банк России ведет базу данных о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиентов банков. Эта база позволяет кредитным организациям выявлять дроперов и блокировать им доступ к электронным средствам платежа. В ней содержатся сотни тысяч реквизитов. Она постоянно обновляется. С 25 июля 2024 года банки будут обязаны блокировать дроперам доступ к счетам. Учитывая, что информация содержится в централизованной базе данных, дроперы не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одной кредитной организации. Это позволит прервать цепочку вывода похищенных денег, а также повысит вероятность возврата денег пострадавшему человеку. По закону, подростки с 14 лет вправе оформить банковскую карту. Они несут персональную ответственность за все операции по ней. Участие в дроперской схеме грозит уголовной ответственностью. Правоохранительные органы при расследовании мошенничества в первую очередь выходят на дроперов. С учетом того, что дропы являются низшим звеном в преступной иерархии, организаторы и руководители создаваемых преступных групп в целях соблюдения собственной безопасности, в целях обеспечения продолжаемого характера преступной деятельности не посвящают привлекаемых с указанной целью лиц свои преступные намерения, не сообщают им их об особенностях используемой преступной схемы, не разглашают сведения о ключевых участниках преступной группы. Взаимодействие с дроперами происходит с использованием мессенджеров, которые обеспечивают высокую степень конспирации передаваемых данных. Через суд с дропера могут взыскать всю сумму похищенных денег. Чтобы контролировать банковские операции подростка, родители могут, например, оформить совместные СМС-уведомления. Некоторые крупные банки предоставляют такую возможность. И следует помнить основное правило – не передавать свои банковские карты и их реквизиты другим людям. Бездомные собаки в городе могут стать проблемой, особенно если их вовремя не отлавливать. Они сбиваются в стаи и несут угрозу жизни людей. В Сарове отловом и вакцинацией беспризорных животных занимается Госсветуправление. Проблема бездомных собак, конечно, существует, но мы стараемся данный вопрос держать на контроле. Соответственно, имеется у нас выездная бригада, которая занимается отловом. Заключен договор с администрацией города. После обращения горожан администрация сообщает Госсветуправлению, где обнаружены бездомные животные. Выезжает бригада для отлова. Животных стерилизуют и кастрируют. Они помещаются на передержку сроком две недели. За это время проводятся дополнительные лечения и вакцинация. Затем собаку выпускают на свободу. Если после всех этих процедур животное снова напало на человека, его вновь отлавливают и наблюдают за собакой три месяца. Если в случае агрессии не проявляется, то, соответственно, мы животное также выпускаем. Если агрессия, соответственно, сохраняется, то животное помещается уже в приют, то есть на пожизненное содержание. Если вас укусила бездомная собака, необходимо немедленно обратиться в лечебное учреждение, а также к ветеринарам. Нужно рассказать, где вы видели бездомную собаку и как она выглядит. Это поможет поймать животное, чтобы оно не напало на кого-то еще. Никита Белянов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. С прошлого года Департамент по делам молодежи и спорта начал готовить пакет документов для участия в федеральном конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Стали известны результаты, и Саров вошел в число победителей конкурса с проектом фиджитал-центра «Горизонт». Идея создать в городе новое молодежное пространство, которое бы отвечало всем современным запросам, было давно. Было принято решение о проведении президентом игр будущего в Казани. Появились в Федерации компьютерного спорта. И это движение потихоньку начинало обороты. Еще проходили у нас в городе традиционно молодежные форумы, встречи, стратегические сессии, где молодежь неоднократно говорила о том, что есть потребность в новом пространстве для молодежи, которое было бы комфортно, которое было бы современно, отвечало бы всем требованиям, которые сейчас предъявляет молодежь к месту своего досуга. Новое пространство появится на месте бывшего клуба «Горизонт» на улице Силкина. Сейчас территория принадлежит молодежному центру. Предполагается, что фиджитал-центр и молодежный центр будут связаны между собой дорожками, и люди смогут переходить от одного здания к другому. «Горизонт» объединит в себе фиджитал-центр, спортивные комплексы и зоны для свободного посещения. Что такое фиджитал? Это спорт, фиджитал-спорт. Он объединяет в себя два вида спорта. Первое – это физический, в наших представлениях классический спорт, и диджитал, цифровой. И, собственно, комбинация вот этих двух слов – физический спорт и диджитал – это фиджитал-спорт, где спортсмены одновременно являются и спортсменами физического спорта, и киберспортсменами. То есть сначала происходит дисциплина, где они играют на компьютере, либо это PlayStation, либо это виртуальная реальность, а дальше они переходят на спортивную площадку и практически спустя несколько считанных минут начинают заниматься уже физическим спортом. В фиджитал-центре будут проходить обучение и соревнования по фиджитал-спорту. Большую часть центра займут и молодежные пространства с зонами для каворкинга, отдыха и работы с ноутбуком. Сейчас мы находимся на втором этапе – это создание проектно-сметной документации. То есть у нас есть дизайн-проект, а теперь большая команда архитекторов, инженеров, сметчиков. Это вот наша идея воплощает на бумаге в конструкторские решения для того, чтобы на основе этого объявить конкурс для определения подрядчика. Предполагается, что новое пространство «Горизонт» появится к декабрю следующего года. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Пока дети отдыхают, а тренеры в отпуске в Ледовом дворце проходит косметический ремонт. Там обновляют площадки Ледовой арены, красят бетонную плиту для заливки льда и стены. Краску обновляют на первом и втором этаже здания. А для болельщиков фойе готовят настоящий подарок – стену для музея хоккея. Она будет служить и фотозоной. Там будут прожектора, такие декоративные шесть штук. И будет оформлено по-дизайнерски, там с хоккеистом, со всеми вот этими покрасочными работами, чтобы было красиво, чтобы можно было там сделать из этой стены музей хоккея. Какие-то раритетные вещи из советского хоккея взять, принадлежавшие там истории Саровского хоккея. Ремонт коснется раздевалок и санузлов. В раздевалках перекрасят стены, потолки, заменят лавочки и вешалки. В душевых кабинах уберут подоны и сделают плиточный пол, заменят сантехнику. Половину Ледовой арены уже покрасили, привели в порядок. Осталось только за скамейкой запасных покрасить стены. Их уже прошпатлевали там. И вот осталась только покраска. Первый этаж 2-3 дня, и он уже будет готов полностью. И второй этаж тоже 2-3 дня. Стена в фойе для музея, она будет готова на этой неделе, потому что завтра придет художник, будем решать то, что или надо будет еще накладывать краску на эту стену, или все-таки мы уже начнем делать эскиз, макет на стене, то, что мы хотим там увидеть. Также в Ледовом дворце планируется капитальный ремонт холодоснабжения. Сроки ремонта до 1 сентября 2025 года. У нас планируется замена вентиляции и кондиционирования системы, и автоматизация, диспетчеризация всех этих элементов. Сейчас проводятся, на данный момент собираются заявки на конкурс. Конкурс состоится 26 июля, и 30 июля мы будем знать того человека, или ту организацию, кто нам будет производить этот капитальный ремонт. В этом году по поручению главы города Алексея Сафонова отремонтируют 6 учреждений спорта и молодежной политики. Кроме Ледового дворца в список вошли молодежный центр, центр внешкольной работы, лыжная база, лагерь «Березка» и стадион «Икар». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Столкновение с лосем равносильно удару о бетонную стену. Масса крупной особи достигает 600 килограммов. Легковой автомобиль после такой аварии чаще всего восстановлению не подлежит. Животное почти всегда погибает от травм. Летом лоси активно мигрируют за городом сахаты и нередко выбегают на дорогу, а водители не успевают среагировать и затормозить. Поэтому стоит быть предельно внимательными за рулем, особенно в зоне действия специальных знаков. Нарушение водителя может быть в том случае, точнее, будет в том случае, когда еще имеются, как у нас в городе, предупреждающие знаки. То есть, осторожно, возможный выход на дорогу диких животных. То есть, надо быть особо внимательным. Особенно, если лесополоса исключает возможность контакт, возможность водителю просматривать на какое-то состояние в лес. С начала года в Нижегородской области произошло более 60 аварий с участием сахатых. Есть погибшие и пострадавшие. В том числе, в Сарове в начале июля зафиксировали ДТП на Варламовской дороге. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на зикое животное лося, после чего съехал с дороги. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, после осмотра врачом был госпитализирован. Госавтоинспекторы напоминают, что дикое животное недобропорядочный пешеход. Выбирать для перехода участок с разметкой оно не будет. Поэтому на дороге нужно быть бдительным и соблюдать несколько простых правил. Если увидели знак «дикие животные», избавьте скорость до возможного минимума. Особенно, это касается поездок в ночное время и при плохой погоде. Если в темноте увидели лося или кабана, остановитесь и включите вместо фара аварийные огни. Так животное адаптируется и скорее покинет дорогу. Всегда следите за частотой лобового стекла и не пытайтесь обогнать животное на пути. Размер ущерба за сбитого лося около 80 тысяч рублей, даже если авария произошла вне зоны действия знака. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Летом многие отправляются в путешествия. Чтобы не испортить себе настроение неприятностями, нужно правильно подготовиться к поездке. Грамотно собранная аптечка – залог безопасного и комфортного отдыха. Конечно же, летний период времени – это солнечные ожоги. Поэтому обязательно противоожоговый крем не ускоряет заживление кожи, поэтому можно наносить на области солнечных ожогов и очень хорошие результаты. Не следует посещать пляж в полдень. Лучше отправиться туда с утра пораньше или же после 4 часов дня. Также необходимо взять с собой антисептик, чтобы обрабатывать раны и царапины. Зеленка как раз подойдет. Комплект бинтов и лейкопластырей тоже не будет лишним. Не забудьте средства для ухода за кожей. Дальше речь идет уже о более сложных моментах, связанных с болевыми состояниями, головной оболи и прочее. Ибупрофен. У нас с вами препарат есть. Самый безопасный из всех нестероидных противовоспалительных препаратов в настоящее время, который могут принимать в том числе даже пожилые люди, это ибупрофен единственный. Парацетамол сейчас считается, что да, вроде бы как безопасность в нем есть, но тем не менее все-таки есть проблемы. Поэтому парацетамол тоже можно иметь, но лучше отдать предпочтение ибупрофену, потому что он снижает и температуру, и как обезболивающий препарат можно использовать. Опять-таки при растяжении ног, даже в недальней поездке вас могут настигнуть проблемы с пищеварительной системой. Смена местности влечет за собой изменение состава микрофлоры, поэтому употребление даже знакомых продуктов может спровоцировать проблемы с желудком. Необходимо брать с собой противодиарейные средства. Подойдет даже активированный уголь. Препараты с содержанием дрожжей помогут очистить организм от вредных бактерий. В отпуске вас могут укусить жалящие насекомые, поэтому средство от аллергии тоже не будет лишним. Что касается антибиотиков, я бы не рекомендовал заниматься самолечением, поэтому если возникла диарея с лихорадкой, в любом случае нужно обратиться с медицинской помощью по месту нахождения, потому что мало что может быть. Мы сами знаем, что можно получить вирусную какую-то инфекцию, поэтому с осложнениями центральной нервной системы очень может быть опасная ситуация, поэтому, конечно, в случае такой температуры обязательно все-таки обращаться в медицинскую помощь. В отпуске люди расслабляются, могут чаще обычного употреблять алкоголь, есть много жирной пищи, поэтому необходимо помнить о пищеварительных ферментах. Следует положить в обсечку спазмолитики, чтобы убрать неприятные ощущения в животе, если они вдруг возникнут. Если в отпуске у вас заболеет горло или вы подхватите ОРВИ, смягчить симптомы помогут постилки для рассасывания. Если вы долго находитесь в воде или под водой, могут заболеть уши. Возьмите ушные капли. Все люди переносят долгую дорогу по-разному. Не забудьте средства от укачивания. Очень важно лица с хроническими заболеваниями иметь комплект препаратов. Если человек бронхиальный астма, он должен взять с собой все ингаляторы в полном объеме. Если у него артериальная гипертензия, он должен иметь препараты для стабильного приема ежедневного, не пропускать, не забывать про это. Те, кто болен сахарным диабетом, должны взять с собой глюкометр. В отпуске им нельзя расслабляться, нужно продолжать соблюдать строгую диету. Приветствуются пешие прогулки и умеренная физическая активность. Злоупотребление проблемам с законом, но и со здоровьем. Придерживайтесь этих простых правил и ваш отдых пройдет безопасно. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ-24. Общение, обмен опытом, мотивация, обсуждение важных тем и проблем. Все это есть в новом женском клубе, который открылся при центре занятости. Женские клубы открываются по всей Нижегородской области. Теперь дошла очередь и до СРОВа. Главная цель таких объединений при кадровых центрах раскрыть потенциал женщин. Здесь участницы смогут не только общаться, но и делиться знаниями, получать практические навыки в разных сферах, психологическую поддержку, а также взаимодействовать с кураторами. Чтобы придать импульс другим женщинам, которые, может быть, где-то сомневаются, где-то переживают, и вот чтобы их поддержали не только эмоционально, но и профессионально, где они могли эмоционально, может быть, расслабиться, и чтобы им было просто интересно. И это не только те женщины, те дамы, которые стоят на учете, это женщины нашего города. На встречах клуба будут присутствовать бизнес-леди и женщины, которые добились успеха в своей деятельности. Они поделятся опытом, расскажут о своей жизни и профессии. Темы для встреч будут выбирать сами участницы. Кроме общения, женский клуб предусматривает тренинги на прокачку личностных качеств, а также различные мастер-классы, которые позволят расслабиться и перезагрузиться. Бисероплетение, потому что, когда мы что-то делаем руками, это тоже интересно. Когда придет мастер и покажет, как делать из бисера картины, или как делать те же браслеты, или как, может быть, рисовать элементарно, потому что, когда мы рисуем, мы тоже расслабляемся. Или, может быть, какие-то куклы делать. Проведение женских клубов будет каждый месяц два раза в месяц. Ну, во всяком случае, так мы планируем. На открытии женского клуба в Сарове прошла презентация клуба. Тренинг, команда образования, онлайн-тренинг, баланс жизни и нетворкинг. Присоединиться к клубу приглашают мам в декрете, женщин в предпенсионном возрасте, жен мобилизованных и военнослужащих, безработных, а также всех тех, кто хочет изменить свою жизнь, поменять работу или профессию, получить психологическую поддержку. Женские клубы созданы в рамках проекта Минтруда Российской Федерации. Узнать подробную информацию можно по телефону 984-70 984-64 Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24 Как ожидалось, россиян не пустили на Олимпийские игры в Париже. Во Францию отправится всего 15 спортсменов в нейтральном статусе. От показа Олимпиады отказался Первый канал, Россия-1 и Матч ТВ. Трансляции с участием 15 человек посчитали нецелесообразным. Впервые за 40 лет Олимпиада не будет показана на ТВ. Тогда СССР и страны Варшавского договора бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в ответ на бойкот американцами летних Олимпийских игр в Москве. Пойдемте узнаем, что думают о этом саровчане и будут ли они смотреть Олимпийские игры. Не знаю, как получится. А что в целом думаете о запрете выступать россиянам в нейтральном флаге? Ну, ничего хорошего в этом, конечно, нет, жалко. Ну, за своих всегда придется посмотреть. Буду переживать в целом за нашу команду. Персонально нет. Будете смотреть? Буду. Знаете, нет, не буду. Из-за того, что нет полегивных? Да. Считаю, что это неправильно. Значит, будем смотреть, если наши будут. А НТВ не покажут, только в интернете. Будете в интернете? Ну, и в интернете посмотрим. А за кого-то, может, персонально переживаете? Нет, пока никого не знаю там. Кто там будет, не знаю. Нет, без России неинтересно. Спортсмены в нейтральном статусе будут 15 человек. Ну, они же не будут защищать нашу честь. Может быть, конечно, посмотрим. Зависит от того, как они будут там выступать и показывать свои результаты. Но голосовать, скажем так, будет не за кого. Это печально. Не смотрю. я работаю далеко на севере. Ой, нет. Честно, не буду. По телевизору? А по телевизору не покажут. Ну, а куда я пойду? Больше негде мне. То есть, не будете смотреть? И по телефону не покажут, да? А в интернете нужно искать? Если найду, буду смотреть. Нет, не буду смотреть. А раньше смотрели олимпийские игры? Нет. Конечно. Интерес к олимпиаде не зависит от каких-то ограничений санкционного характера. Просто само по себе событие, оно, конечно, не может нас обойти стороной, поэтому вся эта внешнеполитическая повестка, она как бы не сильно нас касается. Интерес к спорту, он не имеет каких-то политических особенностей. Он не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Он одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях. Именно поэтому его прозвали непобедимый адмирал. Эти факты о праведном воине Федоре Ушакове и что его связывает с Саровым юные гости городского музея узнали в рамках проекта учреждения. Каждый год у нас в музее проходит программа, которая называется «Лето в музее». И, конечно, понятно, что эта программа рассчитана на ребят, которые летом готовы познавать, узнавать, но и что-то мастерить своими руками, посещать музей, какие-то экспозиции. А у нас их много, у нас несколько залов выставочных с постоянными экспозициями, выставочный зал, куда приезжают выставки к нам в гости. Летом как раз есть время изучить хотя бы часть богатого материала музея. Занятия и экскурсии рассчитаны не только на местных детей, но и гостей города. У них есть возможность поближе познакомиться с историей Сарова, его особенностями и выдающимися личностями. Мы придумали такие познавательные занятия, которые рассчитаны на один академический час, где немножечко рассказывается история, где затем ребенок может сделать что-то своими руками и, конечно, унести домой, показать, что я не просто так сходила в музей. У него остается и приятное впечатление, у него остается какая-то информация и у него остается подарок своим родным и любимым. В преддверии дня военно-морского флота России педагоги не могли не вспомнить о выдающемся адмирале Федоре Ушакове. Его именем названа улица в нашем городе, установлен памятник, а в музее посвящена целая экспозиция. Экспозиция рассказывает не только о нем, но и о его родном дяде Феодоре Санаксарском, настоятеле Санаксарского монастыря. Поэтому тема важная, тема интересная рассказать про все эти баталии, которые происходили во время русско-турецкой войны. И на память сегодня ребята унесли с собой флагманский такой корабль Святой Павел, на котором в свое время одерживал победы великий адмирал. Занятия в рамках программы «Лето в музее» будут проходить до конца лета со вторника по пятницу. Тематики абсолютно разные, как и техники, в которых дети работают на мастер-классах. Узнать о предстоящих занятиях и записаться на них можно в группе городского музея во Вконтакте или по телефону 7-69-65 для лиц старше 6-ти лет. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Орёв моторов и жужжание пропеллеров заполнили лыжную базу. Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей самолётов прошли в Сарове уже во второй раз. В наш город приехали спортсмены из Москвы, Самары, Тольятти, Казани и Нижнего Новгорода. Всего около 20 человек. Это официальные соревнования, которые включены в единый календарный план Министерства спорта России. Состязания прошли в трёх классах моделей скоростные, пилотажные и гоночные. Скоростные модели должны пролететь один километр с максимально возможной скоростью. Для пилотажных моделей самолётов установлен обязательный комплекс фигур высшего пилотажа. Каждая фигура имеет свой коэффициент сложности и судья оценивает качество выполнения фигур. И оценка судей умножается на коэффициент сложности. Потом все эти баллы суммируются и подводится итоговая оценка. В выступлениях гоночных моделей участвует экипаж, пилот и механик. Дистанция 10 километров с двумя обязательными посадками для дозаправки. Это самый зрелищный вид авиамодельного спорта. У механиков имеется система быстрой заправки, где топливо находится под давлением. Они буквально за секунду заправляют модель и с одного удара их заводят. Саровский кордодром уникален. Он единственный в Нижегородской области. Многие ребята принимали участие в соревнованиях уже не первый раз. Я принимал участие в соревнованиях в Самаре. Я там занял второе место. Я летал на модели, которые на газе. Там ручка и там надо управлять газом. Можно выключить газ и пропеллины не будут включиться. Можно включить. И так можно управлять любой скоростью. Я вот на ней летал и занял второе место. Для 12-летнего Германа авиамоделизм стал настоящим хобби. На прошедших самарских соревнованиях он занял первое место среди скоростных моделей и пятое среди гоночных. Мне нравится заниматься в этом кружке, что-то мастерить своими руками, летать на том, что я смастерил своими руками и выигрывать. Мы сначала начали ходить на станцию юных техников к Надежде Андреевне Архиповой на электрифицированную игрушку. Ему очень понравилось. Они там собирали модельки, схемы электрические. Прям очень-очень не зашло. И мы начали думать, время уже туда ходить заканчивалось, и мы начали думать, что еще, куда еще можно походить. Надежда Андреевна привела нас в секцию, посмотреть, там было студромоделирование, авиамоделирование, но нам больше понравилось авиамоделирование. Год уходит, очень-очень нравится. Все делает сам своими руками. После завершения соревнований в каждом классе организаторы наградили победителей, а также позволили поуправлять моделями самым маленьким гостям соревнований. Кроме того, зрители ожидали полет копии самолета Як-50, а также имитация воздушного боя. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Сэкономленные две минуты дорого обошлись пешеходу. 49-летний Саровчанин решил пересечь дорогу в неположенном месте около дома 41 по улице Силкина в зоне видимости перехода. В результате молодой человек на Ниве сбил его. Нарушитель получил телесные повреждения. После осмотра врачом был госпитализирован. Еще одна авария произошла у дома 45 по улице Зернова. Водитель женщина с 72-го года рождения управляя автомобилем Рено Дастер при повороте налево на регулируемом перекрестке разрешающий сигнал светофора зеленый не уступила дорогу транспортному средству Ладвеста под управлением мужчины 1970-го года рождения движущегося во встречном направлении прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры Рено Дастер женщина 98-го года рождения и несовершеннолетний 2021-го года рождения после осмотра врачом были отпущены домой. Под колеса авто около ТЦ на улице Силкина попал очередной велосипедист. Пенсионер не спешившись решил переехать по пешеходному переходу на Красный Женщина на Ладе Веста двигалась на Зеленый и сбила мужчину. Он получил телесные повреждения врачи осмотрели пострадавшего и отпустили домой. В этот же день чуть раньше произошла авария на Советской 10. Водитель женщины 1987-го года рождения управляя автомобилем Мазда 6 при движении в жилой зоне совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016-го года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения после осмотра врачом была экстренно госпитализирована. В субботу на Балыковской 120 саровчанин на Опеле Зафира при обгоне не учел видимость и скорость машины. Съехал с дороги и перевернулся. После осмотра мужчину госпитализировали. С 23 июля по 6 августа госавтоинспекторы будут проводить информационно-пропагандистскую акцию «Лето – это маленькая жизнь». Правоохранители будут проводить профилактическую работу с водителями, которые перевозят маленьких пассажиров, а также с несовершеннолетними, которые управляют симами, мото- и велотехникой. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. КОНЕЦ